Продолжение следует... Денис Урат, находясь на дежурстве в Генеральном штабе, передал секретные материалы польскому телеграм-каналу, сфотографировал и переслал секретное письмо от министра МВД министру обороны Беларуси. Урат был задержан 16 марта 2021 года. Сегодня Верховный суд Беларуси вынес приговор. 18 лет колонии усиленного режима лишение воинского звания капитан. Открытки родным в День семьи перешлют бесплатно. 15 мая в ряде отделений Белпочты можно приобрести открытку и бесплатно отправить в любую точку Беларуси. Акция продлится несколько часов. В Минске на главпочтамте с 10 до 12 и с 15 до 17 часов. Порадуйте своих родных и близких. Полный список отделений на сайте Белпочты. Ликвидирован пожар на предприятии Гродно. На территории заготовительного предприятия горело вторсырье. Пожаром уничтожена макулатура, повреждены пресс-упаковщик и загрузочный конвейер. Благодаря действиям расчетов МЧС спасено 7,5 тонн бумаги и 5 тонн пластика. Проверку по факту пожара проводят сотрудники Следственного комитета. Летние детские лагеря откроются с начала июня. Многое зависит от эпидемиологической ситуации в том или ином районе страны. Решения принимают местные исполнительные и распорядительные органы. Ожидается, что заезды в оздоровительные лагеря Беларуси начнутся 1 июня, если среднесуточная температура воздуха 15 градусов и выше продержится в течение трех дней. Этим летом в Беларуси планируют оздоровить более 342 тысяч детей. В субботу погода будет облачной с прояснениями. 15 мая на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы. Ночью и утром в отдельных районах республики будет слабый туман. Температура воздуха ночью будет от плюс 7 до плюс 12. Днем ожидается от плюс 17 до плюс 22 градусов.